Привет всем! Гипертония, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, проблема, серьезное заболевание приводит к тяжелым последствиям и инсульт, и острый инфаркт миокарда, и в конечном итоге, при казалось бы даже благоприятном развитии, маячит где-то там впереди хроническая сердечная недостаточность, которая потом также потребует очень серьезного лечения. Последние десятилетия лечить это заболевание стало легче благодаря появлению ингибиторов ангиотензин-прощающего фермента, а также пересмотру отношения к таким диуретикам, как гидрохлортиазид и индопамид, потому что диуретиками они называются условно. Они действительно обладают диуретическим эффектом, но их гипотензивный эффект сравним с диуретическим, а часто и даже оказывается сильнее его, поэтому когда нужны диуретики, то используются препараты других классов, а не гидрохлортиазид и индопамид. Эти препараты продаются отдельно, а также и в фиксированных лекарственных комбинациях, ингибитор АПФ плюс диуретик. Из ингибиторов АПФ наиболее часто используются эндолаприл, лизинаприл и периндаприл. А диуретики я уже назвал это гидрохлортиазид или гипотиазид и индопамид. Препараты выпускаются многими фармацетическими компаниями, самыми разными дозировками как ингибиторов АПФ, диуретиков, так и их комбинаций. Возникает вопрос, каким препаратам предпочтение отдать, какой комбинации предпочтение отдать и как их принимать. Совет здесь довольно простой. В большинстве случаев, если препараты принимаете не на ночь, а на ночь нужно принимать только лишь в тех случаях, когда имеет место так называемое ночное повышение артериального давления. Для этого я рассказывал уже в моих видео. Вы меряете давление утром при пробуждении, вы меряете давление днем, вы меряете давление перед тем, как ложитесь в постель, а также меряете и ночью, когда просыпаетесь. И если давление ночное не снижается, то тогда, конечно же, антигипертензивные препараты необходимо принимать на ночь. И тогда, конечно же, комбинация ингибитор АПФ плюс диуретик очень неудобна, потому что она заставит вас ночью подниматься, и нередко не один раз. В тех случаях, когда вы хотите эту комбинацию принимать и на ночь, то делайте это не позднее, чем за 4 часа до того, как ложитесь в постель. Во всех остальных случаях комбинация ингибитор АПФ плюс диуретик предпочтительна перед отдельно взятым ингибитором АПФ или отдельно взятым диуретиком. Почему? Да просто потому, что того же гипотензивного эффекта, эффекта по снижению давления, вы достигнете меньшей суммарной дозировкой обоих лекарственных средств, чем в случае, если бы вы использовали или ингибитор ангетезин-прощающего фермента или диуретик. Какой комбинации предпочтение отдать? Какого производителя предпочтение отдать? Я хочу сказать, что здесь работают классовые эффекты препаратов, поэтому и энолаприл, и лизинаприл, и периндаприл комбинации и с гидрохлортиазидом, и с эндопамидом будут примерно одинаковыми. И разница будет состоять только лишь в цене, в тех средствах, которые вы на эти препараты потратите. Поэтому прежде чем купить, спросите у аптекаря, какие варианты есть и какой из вариантов стоит дешевле. При том обязательном условии, что препарат выпускается компанией, которая отвечает требованиям хорошей производственной практики, вы можете спокойно покупать тот препарат, который стоит дешевле. И еще важный момент. Антигипертензивная терапия хороша тогда, когда вы соблюдаете условия здорового образа жизни. А это правильное питание, это понижение в пище содержания поваренной соли до 2,5 грамм в сутки. Замечу, я в одном из моих видео уже рассказывал, что сегодня в супермаркетах вы можете купить соли с пониженным содержанием натрия, которые включаются также и другие очень важные и полезные для здоровья минералы, такие например, как калий, магний и иные. В дополнение к рекомендациям по питанию важной является достаточная физическая активность. Лучше всего на свежем воздухе, лучше всего обычная ходьба. Правда, со скоростью, когда для вас по вашей комплекции, по вашему уровню здоровья, по вашему возрасту вам трудно разговаривать с идущим рядом с вами, но все-таки разговор вы поддерживать можете. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова